Давайте посмотрим, в чём же разница между нормальной здоровой уверенностью в себе и нарциссической, нездоровой самоуверенностью. Первый критерий – это самооценка. Уверенный в себе человек имеет адекватную нормальную самооценку. Он отдаёт полный отчёт и в своих сильных сторонах, и в своих недостатках. В отличие от этого, самоуверенный, нарциссически самоуверенный в себе человек компенсирует свою низкую, или даже очень низкую самооценку внешним проявлением завышенной самооценки. Недостатки он свои не признаёт, а достоинство преувеличивает. Разница по второму критерию. Локус контроля. Внешний локус контроля – это когда мы свои представления о себе и о жизни базируем на внешних оценках и мнениях. И внутренний локус контроля – когда мы свои представления о себе и о внешнем мире базируем на своих внутренних оценках и представлениях. Уверенный в себе человек опирается по большей степени на внутренний локус контроля, то есть его собственные мнения и оценки себя, своих поступков, окружающего мира имеют большее значение и, как правило, совпадают с мнением и оценками извне. Ну или это отличие незначительное, потому что все равно у нас у всех есть свои точки зрения. Вот у нормального здорового человека вот эта вот внутренняя оценка себя и каких-то объектов внешнего мира, она примерно совпадает с оценками других нормальных здоровых, адекватных людей. В отличие от этого, у нарциссически самоуверенного человека он больше зависит от внешней оценки себя и своих поступков. И эти оценки часто не совпадают с его собственным мнением. Например, нарциссически самоуверенный человек делает какие-то вещи, что-то пишет, стихи или какие-то рассказы, или он что-то рисует, или он пишет картины, или он делает что-то вот своими руками. Он может это делать откровенно, бесталанно или неудачно и неинтересно, или пишет скучно, но он считает свои произведения гениальными, талантливыми. А всех других, кто оценивает его произведения низко, он считает, что они не понимают его талант. Есть здесь такой дисбаланс. Следующий, третий критерий, это по внешним проявлениям. Уверенный в себе человек контролирует себя, демонстрирует свои достоинства адекватно ситуации, ведет себя адекватно скромно, не выпячивая свои достижения, но и не скрывая их. Самоуверенный человек, нарциссически самоуверенный человек, ведет себя демонстративно, привлекая к себе повышенное внимание, чрезмерное внимание, специально создавая для этого прецедент. Как говорить нет? Это актуально в жизни с теми людьми, которые нарушают наши границы. Они нас о чем-то постоянно просят, требуют, хотят, чтобы мы что-то для них сделали, что-то за них сделали. И вот с такими людьми есть три стратегии отказа. Стратегия первая. Вы отказываете через «да», «да», «но». «Да, я бы хотела тебе помочь, но сейчас у меня там другие». «Да, я бы сделала эту работу за тебя, но прежде мне нужно сделать свою, и потом мы к этому вопросу вернемся». То есть, ну, вы начинаете говорить «да». То есть, таким образом вы как бы формально не отказываете, то есть, для вашего подсознания вы как бы соглашаетесь, да, но фактически вы человеку отказываете. А вторая стратегия – это отказывать через «нет». То есть, вы не хотите этого делать, не можете его прямо так и говорить. «Нет, к сожалению, это совсем не входило в мои планы». То есть, вот прямо выучите эту волшебную плату. «Нет, я вынуждена отказать, потому что это не входило в мои планы». Или потому что это не входит в мои планы, или потому что это расходится с моими планами. То есть, у вас должны быть свои планы, свои приоритеты. У каждого уверенного в себе человека есть мечты, есть цели, есть задачи и есть определенные планы. Этим уверенный человек отличается от неуверенного. Поэтому отказывать проще, когда у вас есть свои цели, мечты, планы и задачи. Третья стратегия отказа – это тянуть волынку. Такое бывает в каких-то ситуациях, и когда вы по каким-то причинам не можете сказать «нет», вы не говорите «не да, не нет». Вы говорите «мммм, сделать так-то, так-то, а давай подумаем, как можно по-другому решить этот вопрос». То есть, вы не отвечаете, вы тянете вам в ответ, а так по-другому решить эту ситуацию. Все, вот эти три основные стратегии выучили, и вам уже этого будет достаточно, чтобы научиться говорить «нет». Перечатель внутреннего состояния. Неуверенность всегда ощущается в теле. Она ощущается через вашу осанку, через положение тела. Как только вы почувствовали неуверенность, вы тут же идете внутрь своего тела и меняете, моментально меняете положение тела. Допустим, вы почувствовали неуверенность, вы начинаете скукоживаться, вы начинаете тулиться, расправьте плечи, втяните живот, выпрямите позвоночник. Это самый простой переключатель вашего состояния. Другой переключатель через дыхание. Вы почувствовали себя неуверенным. Найдите в теле, где у вас эта неуверенность отвлекает. Чаще всего в животе. В животе или где-то вот в плечах, где-то вы можете найти локализацию вашей неуверенности. Тогда вы делаете медленный вдох через нос и выдыхаете как бы вот весь этот поток воздуха, энергии через вот этот напряженный участок тела, выдох через него, через живот или через грудь или через плечи. Вот это как будто разрушится, вот это ощущение неуверенности. Третий переключатель — это как выглядит ваша неуверенность. Вот найдите образ вашей неуверенности внутри себя, внутри вашей Вселенной. Это какой формы? Неуверенность она может быть бесформенная, как перимет. Какого она цвета? Допустим, она у вас какого-то болотного цвета. Какого она размера, текстуры, структуры? Допустим, это у вас такой бесформенный матрас, размером с комнату, рыхлый такой, грязный такой, с комками. Вы начинаете эту образ трансформировать, наменьшать, превращать этот бесформенный матрас разболосного цвета в подушку зеленого цвета, подушку в лягушку. И эта лягушка раз и выпрыгнула у вас из вашей внутренней Вселенной куда-то вовнут. Все, вы избавились от неуверенности. Матрас превратили в подушку, подушку превратили в лягушку, лягушка выпрыгнула. Очень простое и очень детское упражнение. Кстати, с детьми вот можете все эти упражнения проделать. Спасибо тем, кто был в прямом эфире, в записи. Я желаю вам всем хорошего продолжения дня. Желаю вам всем ощущать себя уверенными, красивыми, здоровыми. И принимать любые свои сомнения, любые свои ощущения неуверенности. Как часть вас, мы живые люди. И как любой живой человек, мы способны испытывать любые состояния. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok